доброго времени суток с вами опять основа вязания вот family hobby в предыдущем видео мы с вами познакомились с основными элементами вязания лицевой и изнаночной петлей а также с дополнительными видами петель которые мы сегодня будем учиться применять в узорах даже используя простое сочетание лицевой и изнаночной петли и сохранив этот ритм на протяжении нескольких рядов в высоту мы с вами получим совершенно простой узор узор резинка 1 на 1 и я думаю здесь никаких сложностей не возникнет с этим самостоятельно уже справитесь поменяв ритм петель 2 лицевые 2 изнаночные мы с вами получим резинку 2 на 2 ну соответственно и так далее вот тоже два простейших узора на основе лицевых и изнаночных путанком в детстве мы ее называли где-то встречается жемчужный узор где-то рис мелкий рис крупный рис мелкий рис у нас получается на основе сочетания лицевой и изнаночной и смещения в шахматном порядке в каждом ряду крупный рис через ряд то есть два ряда мы провязываем по узору в третьем ряду смещаем узор то есть там где была лицевая мы делаем изнаночную там где была изнаночная делаем лицевую но в общем то это такие нехитрые узоры которые как я уже сказала самостоятельно вы можете освоить кроме того сочетание лицевых и изнаночных в различных геометрических фигурах может дать нам вот такие узоры которые являются двусторонними их можно использовать для вязания шарф например и опять таки здесь просто следуйте схеме и провязывайте столько лицевых сколько нужно потом столько изнаночных сколько нужно и так далее как я уже сказала мне бы хотелось вам дать узоры чуть чуть посложнее для тренировки нам понадобится моточек пряжи у меня это универсо от шассенмайер в составе 55 процентов шерсти и 45 процентов полиакрила 50 граммов вес мотка 125 метров длина нити рекомендованные спицы номер три номер четыре я буду использовать спицы номер три патентные узоры обладают высокой эластичностью можно сравнить резинку один на один и патентный узор и поэтому вязать их следует немного плотнее либо взяв спицы меньшего номера очень красиво переход смотрится пуловер из резинки один на один соответственно итальянский наборный край вы уже знаете можно посмотреть в первом видео в первом уроке основа вязания с вами ли хобби патентный узор кроме пуловеров очень хорошо подойдет для вязания шарфов посмотрите он с этой стороны точно так же выглядит еще данный вид узора называется английская резинка но и с него мы начнем с нее с него начнем с этого узора раппорт узора составляет две петли но если вы вяжете рядами в прямом и обратном направлении то можно набрать для симметрии дополнительно еще одну петлю то есть нечетное количество для того чтобы как я уже сказала узор выглядел симметрично у меня здесь образец от предыдущего урока здесь четное количество поэтому давайте на нем и посмотрим я вот здесь уже пробовала после резинки перейти на патентный узор потом опять провязала резинку то есть сейчас вот по сути первый ряд узора у у меня изнаночная петля на спице я завожу на спицу накид и снимаю не провязывая эту петлю как изнаночную следующая петля лицевая в общем то весь раппорт снимаю не провязывая изнаночную петлю с накидом следующую петлю провязываю лицевой и так повторяем до конца ряда второй ряд узора изнаночную петлю снимаем не провязывая с накидом 2 петли это накид и лицевая провязываем как лицевую петлю изнаночную снимаем как изнаночную с накидом на спице лицевую и накид провязываем лицевой то есть у нас получается по сути как бы сдвоенная петля которую мы провязываем как 2 вместе то есть приема у нас повторяются и в первом и во втором ряду высоту повторяем с первого по второй ряд а теперь я хочу показать как выполнять английскую резинку при вязании круговыми рядами первый ряд без изменений все также провязываем изнаночную снимаем с накидом как изнаночную не провязывая лицевую вяжем лицевой и вот здесь давайте представим что у нас завершился круговой ряд я переведу вязание начала спицы не поворачивая его и вот так захвачу рабочую нить то есть у меня в работе сейчас будет как будто бы второй круговой ряд петлю с накидом изнаночную я провяжу как изнаночную лицевую сниму с накидом не провязывая как лицевую петлю еще раз петлю с накидом изнаночную я провязываю как изнаночную лицевую снимаю не провязывая как лицевой вместе с накидом вот так будет выглядеть вязание по кругу опять мы соответственно повторяем потом первый ряд обратите внимание что если у вас будет круговое вязание то вам уже не нужна петля симметрии про который я говорила в начале изнаночную снимаем с накидом не провязывая третий ряд он же 1 ну соответственно повторяем высоту все то же самое я думаю что вы основные элементы запомнили на основе этой резинки можно выполнять узоры ромбы точно также косы могут быть с использованием патентных петель сейчас я вам покажу другой вид узора все также на основе резинки 1 на 1 здесь у меня лицевая изнаночная я продолжу вязание в высоту этого образца полу английской или полу патентной резинкой 1 у меня вот так вот провязана петля и здесь мы повторяем все те же самые приемы которые мы использовали при вязании английской резинки то есть первый ряд будет точно такой же то есть изнаночную снимаем с накидом не провязываем как изнаночную а лицевую провязываем лицевой первый ряд изменения у нас будут во втором ряду второй ряд этого узора мы будем провязывать как обычную резинку 1 на 1 изнаночная петлю с накидом я провяжу лицевой изнаночная лицевая изнаночная лицевая повторяем первый ряд изнаночную снимаем с накидом не провязывая лицевую вяжем лицевой 4 ряд узора повторяет второй ряд изнаночная лицевая изнаночная петлю с накидом провязываем как лицевую то есть эта резинка один-на-один след на с изнаночной стороны это будет выглядеть как английская резинка а с лицевой стороны как полуанглийская то есть видите немножко петли не имеет такой гофрирован и вид сейчас я покажу как это выглядит в изделии достала вещи своего сына смотрите вот так выглядит полуанглийская резинка вот так выглядит английской если мы перевернем ли изнаночная сторона в них будет похоже то есть в принципе этот и другой узор является двусторонним можно использовать для шарфов этот будет вид узора отличаться от этого я имею ввиду относительно двух сторон в целом то и другое можно смело комбинировать и делать вот такие комплекты следующий вид узора который мне хотелось бы вам показать основные элементы точнее это узора с перекрещиванием или перемещением петель на основе этого приема выполняются косы жгутики араны и различные их вариации для вязания нам понадобятся дополнительные спицы или спицы для косых еще называют они бывают разной толщины в зависимости от вида пряжи которая толщины пряжи которую вы используете они бывают разной формы разные соответственно материалы это пластик это металл в общем пробуйте разное выбирайте мне самое удобное кажется все таки вот такая спица чаще всего использую для вязания именно ее и поскольку мне не очень толстая пряжа возьму вот эту тоненькую для образца чем большее количество петель вы перемещаете тем более рельефно будет коса но мы с вами будем пробовать несколько разных способов провязывания и давайте для тренировки наберем 26 петель 26 петель провяжите следующим образом 2 кромочные мы их посчитаем это будет у нас 25 26 начнем сначала 2 изнаночные 2 лицевые 2 изнаночные 3 лицевые 2 изнаночные 6 лицевых 2 изнаночные 4 лицевые и 1 изнаночная это вот серединка нашего образца где мы будем собственно тренироваться выполнять разные приемы основная идея в перемещении петель основная история что мы можем оставлять группу петель или одну петлю либо за работой либо перед работой от этого будет зависит в какую сторону у нас будет закручиваться коса давайте посмотрим как пользоваться дополнительной спицей для кос давайте сейчас у меня 6 петель 3 петли будем использовать соответственно в работе и сделаем перекрещивание направо для этого я снимаю 3 петли не провязывая на дополнительную спицу оставляю за работой и провязываю 3 следующие петли лицевой следующий этап работы я провяжу 3 петли лицевой со вспомогательной спицы мы завернули косичку направо на следующей косички давайте посмотрим как завернуть косичку налево в работе у меня 4 петли 2 петли снимаю не провязывая на дополнительную спицу и оставляю их перед работой провязываю 2 лицевые петли а теперь две петли со вспомогательной спицы я перекрестила петли налево данное перекрещивание можно выполнять в каждом четвертом лицевом ряду или в зависимости от того какое какая у вас схема какой у вас будет позор чем вы больше рядов между перекрещивание тем более вытянутой будет вот эта средняя часть если соответственно будет меньше будет более выпуклая но может быть стянуто сильно не затягиваете в общем выбирайте схемы чтобы пряжа сильно не стягивалась и выбирайте я больше чем допустим 6 петель не рекомендовала бы использовать перекрещивание сильно будет стянуто пробуйте разные варианты смотрите и вот это основные элементы перекрещивания я вам показала для перемещения небольших групп петель можно использовать вот такой прием я провязываю петли полотна очень красиво смотрятся различные варианты кос именно на изнаночном полотне и сейчас мне нужно вот этот маленький жгутик перекрестить направо я спицей правой чуть-чуть увеличиваю вторую петлю относительно вот этой провязываю ее за переднюю стенку как лицевую не снимая со спицы провязываю первую петлю как лицевую или лицевой и уже потом снимаю 2 провязанной петли вот таким способом перекрестила я две петли направо данное перекрещивание можно выполнять в каждом лицевом ряду другой вариант перекрещивание петли налево здесь может быть точно так же использована две петли тогда у нас вот такой зигзаг получится если мы каждый раз в разные стороны будем перекрещивать в данном случае у меня три петли немного асимметричное такое такая косичка будет я снимаю одну петлю не провязываю провязываю следующие две петли лицевой вот так подтягивают петлю придерживаю большим пальцем снимаю возвращаю на спицу провязанной петли и провязываю ту которую перри сняла то есть у меня получается я перекрестила одну петлю налево вот таким образом данное перекрещивание можно выполнять через один лицевой ряд то есть перекрестили провязали изнаночный ряд в обратную сторону лицевой еще раз изнаночные и соответственно получается в каждом втором лицевом ряду достала свой старенький свитер как я уже говорила не только косы мы можем при помощи перекрещивания петель выполнить мы можем также соты хорошо знакомые тоже многим зальщицам узор вот такая плетенка вот такая косичка со смещением и кстати обратите внимание здесь также используется патентная петля или петля английской резинки на фоне изнаночной глади тоже очень хороший прием для того чтобы отделить несколько разных видов узор вдруг вдруг от друга очень как-то сложно фокусируется цвет на нее но в общем идея я думаю ясно следующий элемент вязание который бы мне хотелось вам показать это накид накид простой накид двойной а также основные приемы провязывания петель при вязании ажурных узоров это могут быть ажурные полоски с сочетанием скрещенных петель это может быть полностью ажурное полотно это может быть ажурная кайма в каком-то виде изделия также про накиды нам еще будет полезно посмотреть потом видео прибавки прибавления и там немножко мы поговорим как провязывать чтобы получить определенный эффект но здесь все-таки давайте к ажурным узором вернемся точно так же как и при вязании коз существует большое количество схем разных вариантов при вязании ажурных узоров их тоже существует большое множество которые мы все с вами не разберем но основные элементы которые будут так или иначе встречаться в этих узоров мы посмотрим то есть все остальное это сочетание вот этих элементов давайте наберем для тренировки образец у меня это 12 петель включая кромочные провяжем немного высоту лицевой гладью и выполним 1 наш с вами накид не на правой спице провязано 3 петли плюс кромочные 44 петли следующие 2 петли я провяжу 2 как 2 вместе с наклоном вправо и вот здесь будет полезным вспомнить как вяжутся петли классическим способом чтобы так или иначе мы правильно развернули эти петли если у нас петли будут развернуты вот такими стенками вот так наоборот чтобы сделать наклон вправо нам нужно будет вручную в перевернуть по умолчанию все схемы все описания все учебники даются под классическое вязание петли и это называется 2 вместе с наклоном вправо 2 вместе лицевой мы увидим что последняя петля из двух провязанных смотрят вправо 2 вместе мы провязали и делаем накид набрасываем ниточку на спицу движением от себя или спицы делаем движение к себе вот этот важный момент мне бы хотелось чтобы вы заметили запомнили потому что нам это пригодится при выполнении прибавок мы выполнили один простой накид далее вяжем по рисунку для чего мы провязали 2 петли вместе перед накидом для того чтобы у нас не увеличилось общее количество петель ведь накид это дополнительная вязание повернуть вяжем петли по узору у вас если будет схема вы будете по схеме вязать как они там выглядят у меня сейчас изнаночные петли я их провязываю изнаночными дошла до накида и провязываю накид как обычную изнаночную петлю у нас получился вот такая замечательная дырочка это один из элементов вязания ажурного узора накид и 2 вместе лицевой при помощи вот таких одинарных накидов мы можем также выполнить ряд вот таких отверстий которые являются будут нашими петлями для пуговиц а теперь я вам покажу как выглядит двойной накид самый простой узор на основе сочетания двойных накидов провязанных в шахматном порядке вот такой можно связать палантин себе можно пуловер связать сеть что сейчас это очень модно обратите внимание что дырочки получаются крупнее чем при выполнении одинарного накида но здесь пряжа другая но тем не менее давайте сравним вместе на этом же образце провязываем также 3 петли лицевой делаем убавку с наклоном вправо или две вместе лицевой подтяните наш основной секрет при выполнении убавок будет плотно затягивать провязанные две вместе петли и в ажурных узорах тоже на это внимание стоит обратить и так 12 я делал сделала рабочую нитью обвитие вокруг спицы два раза как быть дальше у нас вот этот накид компенсирован вот этой убавкой мы сделаем еще одно убавление но уже в другую сторону и это еще один элемент ажурного вязания одна простая протяжка я снимаю не провязывая лицевую петлю провязываю следующую петлю лицевой и набрасываю или иногда еще пишут протягиваю протянуть эту петлю через снятую вот так это по сути убавка с наклоном влево я думаю вам видно будет что одни петельки смотрят у нас вправо другие влево ну поверьте нас это одна простая протяжка или убавка с наклоном влево вяжем собственную до конца полотна теперь наша задача провязать изнаночный ряд с этим двойным накидом петли провязана по узору полотна 1 накид попавшийся я провязываю как обычно изнаночной а второй накид я буду провязывать как изнаночную скрещенную за вот эту заднюю стенку обратите внимание то есть петлю нужно перекрестить вот таким образом далее по узору а теперь давайте сравним что у нас получилось вот одинарный накид вот двойной соответственно дырочка получается крупнее перемещая относительно друг друга к центру вот эти накиды и провязанные петли мы с вами можем получить вот такой красивый элемент треугольник и рано или поздно мы дойдем до вершины где нам понадобится провязать 3 вместе петли давайте попробуем выполнить и этот элемент если у нас будет встречаться в узоре такой элемент как три петли вместе то число петель скорее всего будет нечетно либо как-то будет компенсироваться но у нас в любом случае пока 12 поэтому давайте на 12 потренируемся кромочные 4 лицевые петли и мы как будто бы в центре нашего полотна я делаю один одинарный накид набрасывая нить движением от себя следующие две петли снимаю не провязывая провязываю лицевую петлю и набрасываю две снятые петли на эту провязываем обратите внимание у нас центральная петля получилась в серединке и делаю еще один накид потому что мы провязали три петли вместе одна на спице соответственно две петли мы сократили значит нам нужно два накида слева справа я его сделала и провязываем изнаночный ряд как обычно то есть по узору накиды мы провязываем изнаночными обычными не скрещенными такой странный у нас сегодня получился образец но основные элементы как я уже сказала ажурного вязания я вам показал простой одинарный накид 2 вместе с наклоном вправо одна простая протяжка или 2 вместе с наклоном влево и вот такой двойной накид с центральной петлей когда мы провязываем 3 петли вместе если вам интересна тема разбора какого-то конкретного узора чтобы мы с вами потренировались вязать пишите пожалуйста в комментариях будем снимать отдельное видео потому что конечно вот в таком формате 20 минут на про все узоры очень подробно сложно рассказать но мы будем стараться будем учиться с вами до следующих встреч